И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш специальный тренинг по мануальному массажу и аэстепатическим техникам. В данном случае сейчас, в данном видео, будем проходить вестеральный массаж живота. Меня зовут Олег Калап Гудвин. Я великий популяризатор массажной технологии на всем русскоязычном пространстве интернета. Так что не забывайте подписаться на канал. Обязательно ставьте лайки под видео, пишите комментарии, положительные отзывы и нажмите на колокольчик, чтобы получать вовремя новое уведомление о новых интересных роликах. В данном случае нам нужно подготовить человека. Мы его укрыли, раскрыли максимальную область живота, ноги подняли повыше, коленки я имею в виду, подложили при этом даже два валика. Это делается для того, чтобы максимально расслабить мышечный тонус живота. Сначала давайте будем рисовать. Покажем, на что мы тут будем обращать внимание. Вот идут ребра. За ними, под ними, вот там, находится диафрагма. Например, идет пищевод, желудок, как-то вот так вот примерно, да, выходит в двенадцатую перстную кишку. Дальше пошел тонкий кишечник. Примерно сантиметров десять вокруг пупка. Вот так вот его нарисуем. Здесь аппендицит. Подождите, сделаем. Аппендицит. Пошел толстый кишечник. Восходящая его часть, тут он так провисает немножко. Нисходящая часть пошла с той стороны. Сигмовидная кишка. И тут она переходит в прямую кишку. Там идет на сброс. Здесь находится печень. Ну, тут проекции тяжело нарисовать, потому что это надо в объеме все принимать. А мы только как бы вот вертикально проекцию, да. Левая доля печени, правая, ой, наоборот, левая доля, правая доля печени. Там вот не вмещается, да. От нее идут желчный проток. Здесь находится желчь. Там, с той стороны, находится за желудком. Вот желудочно-железа. Здесь селезенка. Почки находятся примерно по 5 сантиметров, отступаем от кубка. Это вот нижняя доля почки. Примерно вот тут они находятся. Но они сзади, со стороны спины находятся. Соответственно, здесь вот мочевой пузырь, за которым у мужчин перестательная железа находится. Примерно размером она с грецкий орех. Она двудольная. Так. У женщин, соответственно, тут начинается матка. Фаллопия и вот трубы. И вот тут яичники находятся. Это вот все основные органы, какие нам нужны. Ну, соответственно, от почек протоки там идут, к почвому пузырю. И на почечнике сверху. Так. Печень фильтрует нашу пищу на входе, почки фильтруют на выходе. И все, что нам не нужно, весь шлаг сбрасывается. Либо через мочевой канал, либо через анальные отверстия. Соответственно, здесь же на кишках очень много лимфоузлов. Ну, я конкретных не буду, но показывать их, просто там масса. Откуда тоже организм наш чистится, лимфа подходит сюда, да? Перерабатывают, убиваются вот эти вот... Вирусы, бактерии, грибки. И сбрасывают в толстый кишечник. Теперь массаж наш заключается вот в чем. Переходим непосредственно к массажу. Сейчас рисунок сотрется. Так, сначала все смазываем. Ну, я думаю, вы уже запомнили, да? Внутренние органы, они такие податливые, немножко боязливые. Поэтому начинаем с самых мягких прикосновений. Как бы мы договариваемся с телом, что ты и я, мы с тобой одной крови. Подсознание должно нам доверять. Отключаемся. И, как видите, я начинаю со вращательных движений по часовой стрелке. Наш желудочно-кишечный тракт работает по часовой стрелке. Поэтому все наши приемы будут идти в основном по часовой стрелке и справа налево. Сначала запускаем тонкий кишечник. Как бы вот, помните этот круг, да? Представим, что это циферблат. Здесь, соответственно, 12, час, два, три, четыре, пять и так далее. И второй циферблат идет под ребрами и над подвздошными костями. Вот такой получается у нас диаметр. Тоже будем делить его на 12 частей. Ну, условно, вот, мягко проминаем. 12, час, два, три, четыре, пять, шесть часов. Семь, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь поверхность циферблату. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, ты что-то, как я уже заговорился. В общем, шесть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Прорабатываем сразу под ребрами, оттягивая в стороны. Таким образом прокачивая диафрагму. И смотрите, видите, все движения пока мягкие. Они начинаются с очень мягких. Тут еще в чем фокус. Мы воздействуем на тот орган, на который обращаем внимание. То есть мы должны сознательно для себя понимать, что мы делаем и на что влияем. Тогда энергия, наша биологическая энергия из пальцев, она исходит именно и проникает в то место, куда мы свое внимание погружаем. Сейчас мы воздействуем на диафрагму. Мы ее растягиваем, успокаиваем и расслабляем. Медленно, медленно. Водействуем на толстый кишечник. Провибрируем его по кругу, для того, чтобы он активизировался и начинал включаться в работу, пока мы будем работать с другими внутренними органами. Движения достаточно мягкие. То есть это практически рыбка. У нас рука должна так мягко-мягко изображать плавающую рыбку. Вот мы накладываем. И вот как будто плывем. Вот такие мягкие массажные движения. Обоими руками. После этого массажа вполне вероятно, что человеку захочется побежать в туалет. По-большому или по-маленькому. Поэтому до массажа тоже желательно, чтобы он выпил стакан воды. Теплой воды, безусловно, просите выпить. Для более лучшей очистки организма. И попросите сходить в туалет. Есть ли у него желание или нет, чтобы у него не были заполненные органы. Чтобы не создавалось болевых ощущений. Так, теперь переходим к первому органу. Это у нас печень. Внедряемся под ребра немножко. Чтобы не было больно, не давить на ребра. А делаем такой валик из ткани. И под него подходим. Можно это сделать кулачком. Вот туда. И запускаем вибрацию в печень. Я показываю достаточно быстро в демонстрационном режиме. Ну, примерно так по одной минутке, по две минутки на каждый орган. Далее запускаем в желудок. Вибрация прямо туда, в тело. Посылаем импульс в тело. Запускаем селезенку. Она находится под зарёбрами, поэтому туда, импульс туда внутрь. На весь массаж обычно уходит минут 10-15. Массаж живота не делается дольше. Этого времени вполне достаточно. Возвращаемся обратно. Запускаем желчный пузырь. Носиперстную кишку под желудочную железу. Тонкий кишечник. Уже можно поглубже прорабатывать. Заходим ещё глубже. Уже, видите, организм нам позволяет. Доходим до почек. 5 сантиметров от пупка. Поставили руки и проникли вот туда поглубже. Импульс туда задаём. Поставили кулачок справа. Опять же, чтобы не давить в лимфоузлы и в косточки, да, это больно, да? Мы делаем, как бы, валик такой вот, накатываем сверху ткань, да? И проникаем поглубже. Запускаем вибрацию. Некоторые, бывает, говорят, ой, что там я там за аппарат такой поставил вибрационный. Не понимаю, что это всё руками делается на самом деле. Запускаем с этой стороны. Теперь прорабатываем весь, уже можно достаточно глубоко и так пожёстче. Весь толстый кишечник, нисходящая кишка, сегмовидная кишка и прямая кишка туда. Чтобы побыстрее прошли каловые массы, всякие фекальные слизи, можно ещё вот, рекомендую, простучать их с этой стороны над косточкой. Стучим мы как? Через руку, чтобы не было прямого удара. Только импульсно передаётся через нашу руку. Делаем такой клюв из пальчиков, да? И через него растукиваем. Если проблема у человека, он скажет, что в каких местах будет ему больно. Каловые массы вот туда подходят с этой стороны, поэтому можно вот так вот внедрить руку прямо поглубже и продавить их вот туда. Всегда спрашивайте у человека, насколько ему комфортно или некомфортно это состояние. Ну, в данном случае вот она лежит, улыбается, значит, всё нормально. Мочевой пузырь. Вот такой размером с кулак примерно. С кулак самого человека. То есть её кулачок. Туда импульс запускаем. Если мужчина, да, ему нужно проработать предстательную железу, дабы он в старости не стал импатентом, да, можно зайти, если только мочевой пузырь пустой, спереди, то есть этот массаж не обязательно делается анально сзади, да, то есть мы под лобковой костью проходим сквозь мочевой пузырь, медленно-медленно, поглубже-поглубже, насколько человек терпит. Загибаемся вот туда внутрь и пульсируем в ту сторону. Иногда его даже можно прощупать, найти его вот эти две доли между ними, вот так вот промассировать. Здесь массаж делается, чтобы пальцем более не давить, делается двумя руками, да, и получается, ну, по очереди вот так вот. Массивом одной рукой, второй рукой. Если у кого-то ногти, да, достаточно большие, лучше тогда руки развернуть вот так вот, чтобы ногти спрятали за подушечками ваших пальцев. И вот так вот прорабатываем эту зону. Яичники у девушек. Так, поглубже заходим. Тоже их мягко, мягко прорабатываем. Активизируем. Ну, это примерно вот от линии тела человека, где-то по 10 сантиметров. Ориентировочно. Внутренние органы, они такие пластичные, они могут переплывать. Если вы начнете воздействовать у него грубо, он как бы утекает в сторону, может уйти. Далее мы ищем, где спазмы. Прощупываем все места. И вот обычно, где желудочный пузырь, это примерно вот от пупка до ребер, да, на 11 направляем, да, и примерно где-то вот 3 пальца отступаем где-то вот здесь. Там можно нащупать... Вот я нащупал чуть-чуть вверх. Нащупать такой вот он плотненький. И, соответственно, тут рядом вот 12-перстная кишка. Это бывает болезненное место. Желчь выходит в 12-перстную кишку, и если она наполнена, желчный пузырь, если наполнен, да, то он будет чуть-чуть болезненно восприниматься. Для этого мы держим палец. Точно так же, как мы работали с точками. Человека просим продышать. Дыши легко, свободно, животом. Еще, еще дыши. Светлана, дыши. И потихонечку боль уходит. Уходит боль. Сюда же подходит от желчного пузыря. И когда мы быстро отпускаем, можно услышать, как потекла желчная на 12-перстную кишку. Такой пошел поток. Если есть болевые точки, где-то под ребрами, да, вот со стороны печени, так же их прожимаем, давим, и вдох-выдох. Проверяем все болевые места. Я же сейчас подробно не буду на этом устанавливаться. Технологию вы поняли уже, да? Так же вот можно найти болевые места и в кишечнике. Вот, например, напряжение вот. Больно здесь? Мягко так вот давим. И, как вы видите, рука медленно-медленно сдвигается в сторону. Мы растягиваем фасции. Вот, решение. Поднимаем органы и чуть-чуть их раздвигаем. Можно делать с кулачками вот так, медленно, растягивая. Внутри. Можно делать ладонями. В сторону и растягиваем медленно. Можно делать локтем. Только без резких движений. Все делается медленно, спокойно. С организмом нужно уметь договариваться. И мягкими движениями, как вот рыбка, да? Мы поднимаем опущенные органы. Вот туда, под ребра. Возвращаем их. Ставим их на место. Завершающий круг вестерального массажа. И успокаиваем организм. Мягко покачиваясь. И постепенно, постепенно, медленно отрываем руки. Наша энергетика еще работает. Есть разные методы энергетического массажа. Мы, в принципе, сейчас их не будем говорить про них. Методы воздействия типа рейки на больные органы. То есть, лечение через ваши руки переходит. Немножко скажу про антицеллюлитный массаж. То есть, если массаж с мускулатурой идет, то мы работаем с этими мышцами. Вот тут идут параллельные мышцы, да? Мы прорабатываем уже мышцы. Боковые косые мышцы. В антицеллюлитной программе еще движения вот такие. Ну, там, во-первых, крем специально используется. Это же разжигающий. И движения вот такие. Мы натягиваем кожу, как как тесто. Отпупка от периферии и обратно. Отпупка от периферии и обратно. Растирающие движения. Резкие, быстрые такие. Опять же, берегите косточки на косточках. Косточки не должны испытывать никаких ударных техник. И растирающие движения уже более глубокие. Это опять вот наш изыбленный прием. Лапы леопарда, да? Превращаются в шестеренки. Приходят друг против друга. Плотно и жестко достаточно. Мы сжимаем ткани. Антицеллюлитный массаж делается вообще очень жестко. На одном месте долго-долго-долго-долго-долго-долго. Вот так вот мы трем-трем-трем-трем массируем, массируем, разминаем, разминаем. Человек сразу почувствует покраснение гиперемии будет. И после массажа будет такой эффект, как будто чешется внутри. Это, соответственно, значит, вы дошли до нужного эффекта. Жиры начинают выходить из жировых депо. Начинается, ну, ускоряется процесс обмена. И, соответственно, жир начинает таять. Если мы используем в этом массаже ингибитор жира, а на него вы ссылочку видите внизу, то эффект вообще потрясающий. Мы обычно замеряем человека до массажа, да? Соответственно, верхняя часть, живот, талия, бедра замеряем, коленники замеряем, да? И массаж длится примерно полтора часа плюс час обертывания в конце. Опять же, замеряем и видим, что у каждого человека индивидуально все получается, да? Ну, в этом месте там ушло, например, два сантиметра. Здесь, в животе, ушло шесть сантиметров. Здесь там по три сантиметра. Здесь по одному сантиметру. Ну, условно. Ваш клиент потрясен. Он видит результат сразу наглядно. Поэтому используйте обязательно ингибитор жира. Это не реклама, это рекомендация. Я сам его использую в работе. И, соответственно, такая наглядная картина будет... Ну, повышает, во-первых, лояльность клиента, да? А, во-вторых, у вас от них от двоя не будет. Они будут к вам идти, идти именно за результатом. Так, еще напомню небольшой нюанс. Если есть там подозрения на грибки, всякие метастазы, да? То эти места можно простукивать. Ну, например, вот возле любого с яичников. Делается достаточно больно. Вызываем гиперемию. Может быть появится синяк. Ну, синяк, честно говоря... Вот видите, прошло покраснение. Синяк не получится в том месте, где нету боли. Если печень, да? То можно так на печень постучать. Синяк появляется только в том месте, где... Где идет обострение. Из внутренних органов начинает вся гадость выходить наверх, на поверхность. Еще есть скребки гуаша. Также делается болезненно. Ну, сейчас не буду его показывать. Просто вот в этих местах, да, где, например, нам нужно... Он натирает кожу трем-трем-трем, пока не вылезет вся вот эта вот внутренняя гадость изнутри наружу. Также можно использовать медовый массаж. Сейчас медом тоже не буду все перемазать. Просто продемонстрируем. То тоже очень хорошо и в антиселитных целях, и в целях вывода всяких шлаков из подкожной клетчатки. Значит, намазывается кожа, да, легкие массажные движения. И потом вообще весь массаж примерно делается такими движениями, отлепляющими. То есть мы прилипли и отлепились от кожи. В итоге кожа тянется достаточно сильно. И такой потрясающий эффект происходит, когда медик был желтенький, да, животик был беленький. И вдруг все превращается в такую серую густую кашу какую-то. Видно, что это прямо вот выходит грязь. Такая серо-коричневатая какая-то такая вот. Просто даже показывается клиенту, вот видите, сколько шлаково из себя вышло. Тоже очень рекомендую. Неплохой способ воздействия. Так, ну а более подробно и что и как мы делаем, вы узнаете, естественно, дорогие друзья, на тренингах. Зря вы смотрите видео. По видео можно, конечно, много подчеркнуть. Но мало чему вы научитесь, пока вы на живом тренинге, на живых примерах не отработаете. Вам не поставят руки. И вы не поймете, как это сделать, чтобы максимально эффективно внедрить в жизнь, в вашу практику. Поэтому смотрите наше видео, не теряйтесь, ставьте лайки и не забудьте там вверху нажать на колокольчик, чтобы получать в ютубе новые уведомления о новых полезных видео. С вами был Олег Лавгудвин. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч, дорогие друзья.